Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Вот это небольшой фрагмент мы только что читали из Евангелия от Матфея, из 23 главы Евангелия от Матфея, небольшой фрагмент длинной обличительной речи Господа Иисуса против книжникам и фарисеям. Ну, во-первых, надо сказать, что эта речь приводится и другими евангелистами, правда, немножко по-разному, потому что, например, Лука, который, в отличие от Матфея, обращается к верующим, которые меньше знали юдейскую традицию и положение дел именно в юдаизме, ее разбивают в разных местах. Частично эти же слова у Луки произносятся Господом в доме у одного человека, который был фарисеем, и это логично. А так приводится фактически все. А Матфей, который как раз обращается к верующим июдеям, оставляет вот эту речь целиковым, потому что те, которые его слушали, прекрасно понимали, к кому обращается Господь, и насколько строго звучали эти его слова. Надо сказать, что экзегеты, то есть специалисты по Священному Писанию считают, что это одно из самых, скажем так, надежных, с точки зрения достоверности, мест из Евангелия. Потому что здесь одна сплошная речь, очень хорошо построена, семь раз Господь повторяет, как припев к некий «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры», и дальше аргументирует каждый раз, по какой причине вот это «Горе вам». И мы читали только последнюю часть, заключительную, но она действительно очень длинна на всю 23 главу Евангелия от Матфея. А это же 23 глава – это не случайное место. Это самая последняя речь, обличительная речь Господа перед страстями. Как раз после этого он будет предан Иудой, задержан Гефсимами и так далее. Кроме того, речь очень хорошо, даже можно сказать, литературно и логически построена, но она очень эмоциональна. И потому, скорее всего, она была произнесена именно так, как мы ее читаем в этом Евангелии от Матфея. Потому что здесь и логика, и все построено, но, с другой стороны, очень сильная эмоциональность. Но прежде всего, к кому она обращена? Возможно, она сказана не обязательно в присутствии книжников и фарисеев, но о них говорит Господь, скорее всего, перед народом. А кто такие книжники и фарисеи? Очень важно, потому что нам это не совсем понятно. Ведь во всех наших современных языках слово «фарисей» и означает «ханжа» и «лицемер». Но на самом деле это очень позднее, как мы интерпретация. Фарисеи были всего лишь одно из течений юдаизма того времени. Как было очень много других. Есены, не знаю, Зелоты, Иродиане и прочее, и прочее. Фарисеи – это одна из школ или направлений юдаизма. Но на тот момент фарисеи занимали очень важное место. Они преобладали среди, скажем, высшего духовенства в Израиле. Потому вот эта обличительная речь и начинается с этих слов, что на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. То есть они как бы занимают главные места. И потому, тем более интересно и нам понять, до какой степени эта речь была, скажем так, скандальная. То есть Господь обличает не, ну, кого попало, не кого угодно, а именно верхушку, скажем, духовенства того времени. Это чрезвычайно смелая речь. И поэтому это место, среди прочего, нам говорит и о самом Господе, и о Его характере. И о том, что мы иногда не совсем правильно себе представляем, как действовал, как говорил, как поступал Иисус Христос. Нам кажется, что вот этот добрый Учитель, который всех любил, безусловно, который совершал чудеса, исцелял от страшной болезни. И вот непонятно, почему вот эти злые люди как-то восстали против Него. Но это не совсем так. Вот эта речь, она не только обличительная, она провокационная. Он провоцирует конфликт. Он умышленно говорит о том, какие проблемы были в Церкви Ветхого Завета. И вот мы не всегда дооцениваем, правильно оцениваем вот эту сторону Его миссии, Его проповедь, что Господь говорил правду. И говорил правду даже тогда, когда эта правда была крайне неудобна и крайне опасна. Вот, как я уже сказал, не случайно, сразу после этой речи, как будто после этого столкновения с духовенством того времени, Его арестуют, распинают и прочее, и прочее. Фарисеи не были все лицемерами, разумеется. Мы находим довольно много фарисеев и среди последователей Иисуса. И даже другие люди, не совсем из учеников, но из окружения Иисуса, или другие люди, которые потом будут иметь дело с Ним, даже во время, вот когда Его будут судить и так далее, были с фарисеев, некоторые симпатизировали, можно сказать, учению Иисуса. Тем не менее, вот эти люди заняли важные места в духовенство, и они призывают к чему-то, что неправильно. И потому Господь их обличает. Вот смотрите, как интересно. Есть десять заповедей Моисея. Почему в последней своей обличительной речи Господь не обличает, не знаю, прелюбодеев? Или воров, или убийц, а лицемеров. Но лицемеров из духовенства. Потому что это очень опасная вещь. Учитель, который учит не тому, чему должен учить, это опасно для всех. Вот, собственно, почему Господь в этой речи больше всего, то есть бьет фактически только по книжникам и фарисеям. И вот из того, что мы сегодня читали, вот эти слова о том, что они строят гробницы пророкам и укращают памятники праведников, и думают, вот говорят о том, что если бы они жили в те дни, когда их отцы осуждали этих пророков, они бы в этом не участвовали. А Господь говорит ровно наоборот. Вы свидетельствием о том, что вы, ну, настоящие сыновья, настоящие дети этих людей, которые осудили и убили пророков. Это очень интересно. Здесь обличается такой исторический ревизионизм, которого очень много в наши дни, друзья мои. Вот как часто бывает. Те, которые говорят, ну, не знаю, мы представляем, скажем, традицию, на самом деле они ровно поступают так же, как эти люди. Они есть настоящие дети тех, кто убивал. Ну, может быть, не всегда убивал, в том числе убивал, расстреливали. Или, допустим, сажали в концлагеря. Все, кто мысли иначе, допустим. И мы сегодня во имя традиции, во имя нашей ценности и так далее, продолжаем это же дело. Вот это обличает в этой речи Христос. Как это актуально, друзья мои. Но это всегда актуально в истории человечества и в истории церкви. Потому что, увы, лицемерие – это очень и очень страшный грех. А лицемерие надо правильно понять. Это не обязательно человек, который, ну, как сказать, говорит одно, делает другое. Да? Не совсем. В данном случае это люди, которые во имя какой-то традиции отцов призывают не жить по воле Божьей. Друзья, и это чрезвычайно актуально и страшно. Вот давайте не будем, как сказать, когда мы читаем Евангелие, мы должны всегда стараться видеть до конца, до какой степени слова Господа неудобны, смелы. И как они сильно нас призывают изменить нашу жизнь. Именно потому что это чрезвычайно актуально. Дай Бог и нам не оказаться среди таких лицемеров, которые призывают к чему-то, к чему не призывает сам Господь. Аминь.